Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Простое вере» и я её ведущий Отец Назарий. В прошлых выпусках мы общались на тему праздника Святой Пятидесятницы, о том, кто такой Святой Дух и как действует его благодать в Церкви. Мы также затронули тему чудес в Церкви и в жизни христианина и закончили наш разговор на том, что чудеса не всегда могут быть полезны для человека тогда, когда он жаждет их увидеть, когда он их ищет, когда эта жажда чудес, жажда духовных ощущений заслоняет собой самого Христа, заслоняет собой его учение о любви к Богу, о людях, заслоняет собой учение о жертвенности и преданности Богу. И хотелось бы разобраться в том, что где же эта грань между чудесами божественными во спасение и, наоборот, прелестью духовной, которая ведёт человека к погибели и отторгает его от Христа. В этом вопросе сегодня нам поможет разобраться руководитель отдела религиозного образования и катехизации отец Алексей Беляев. Отец Алексей, здравствуйте. Добрый день, отец Назарь. Здравствуйте, дорогие друзья. Отец Алексей, о трудах святых отцов мы находим замечательные примеры того, как они предостерегают христианина от того, чтобы он не впал в духовную прелесть. И такой термин, на самом деле, очень интересный — прелесть. И мы даже находим использование этого слова «прелесть» в современном кинематографе, например, в фильме «Властерин колец», где Голум и многие персонажи этого фильма, этой трилогии, сталкиваясь с искушением, сталкиваясь с кольцом, начинают называть его прелестью. И нам вот, христианам, важно понять, почему святые отцы часто писали о прелести и предостерегали христианам от них. Что это вообще такое? Что это за термин такой «прелесть» в духовной жизни? Ну, если копаться филологически, мы с вами посмотрим, что приставка «пре» значит максимальную степень, а «лесть» — это то, что мне льстит, то, что мне дорого, то, что меня согревает. Поэтому «прелесть» — это моя прелесть. Да, если вы вспомнили Голума. Да, Голума. Это некая такая вот привязанность, очарованность, глубочайшая степень какой-то, можно сказать, даже зависимости. А если славянский смотреть, то «лесть» будет синонимом слова «ложь». Это все словари подтвердят с церковно-славянского языка, что это слова одного синонимического ряда. То есть, если переводить максимально адекватно на современный язык, это будет некая прелесть, это будет некое обольщение. То есть, то, что я лесть, то, чем я, скажем так, повержен, проникнут и чему подчинен. Вот. В духовном, о чем вы упомянули, скажем, мучении церкви, да, в аскетическом прелесть, это состояние именно обольщения лжи, ошибки демонической некой, состояние души человека, идущего путем веры, духовной практики и ошибки оступления. Не обретение дара Бога настоящего, там, чистоты сердца, любви к другому человеку. Мы помним, что это две основные заповеди, да, любовь чистого сердца человеческого к Богу, некорыстная любовь, не ради каких-то решений сиюминутных проблем, обогащения и прочего-прочего. Любовь сына к отцу. Да, да, и любовь уже этих детей божьих друг к другу. То есть это некая вот такая вот замысел семейственности божественной, что Бог желает, чтобы человек был доверен, открыт ему, и, соответственно, принимал иного рядом с тобой, как своего брата или сестру в Боге. Вот, прелесть таким образом становится смещением акцента на что-либо и принятием за божественный дар чего-то гораздо более утилитарного и страстного, не ведущего к обожению, обожению, да, приобщению к Богу, к любви к другому человеку. Это состояние души, прелесть, состояние обманное. Прелесть – это состояние души, обманное состояние души. То есть мы можем сказать, что прелесть – это состояние, в котором человек, ища Бога, нашел не его. Ну, изначально вроде как от этой предпосылки мы идем все. Человек шел к Богу, но на каком-то периоде своей духовной жизни он повернул не туда, и вместо Бога нашел что-то другое, собственную страсть или еще что-то, и посчитал, что он нашел Бога. То есть посчитал, что он идет, свернул в нужном направлении и нашел истину. А на самом деле человек впал в заблуждение. Как понять, что человек в прелести, или наоборот, человек на правильном пути? Где вот это различение? Как вот простой человек может понять, что я в прелести или нет? Я иду вообще в нужном направлении или нет? Почему святые отцы постоянно об этом говорят? В аскетике святоотеческой, скажем, преподобного Иоанна Лествичника, в других творениях отцов очень много признаков там вот... Да, отец говорит, я прошу прощения, даже бывает иногда от батюшки, от священника, можно услышать, человек к нему приходит, начинает что-то рассказывать, а он ему ответит, да ты в прелести. И человек даже не понимает, о чем речь. То есть его священник говорит, да ты в прелести. Вот как человеку понять, что он в прелести, или он не в прелести, да? И как выйти из этого состояния? Ну да, обвинить-то легко, да, вот объяснить, да, действительно. Я думаю, что вопрос традиционной евангельской парадигмы по плодам, их узнаете, их как и людей, так и состояние, то есть все познается не по предпосылкам, и ради чего мы к этому стремились. А что в итоге мы получили, если, по слову апостола Павла, плод духовный, то есть плод жизни в духе, истинном духе Божьем, есть любовь, мир, долготерпение, радость, воздержание. Да, крот, смелосердие. Соответственно, если это состояние, которое обрел человек, искал, держится за него, не дает плодов вот этого мира в сердце, этой мира с Богом в первую очередь, мира с людьми, открытости какой-то определенной, не в смысле показной, о готовности принять другого таким, какой он есть, даже если, возможно, от него придется пострадать в какой-то степени, то стоит задуматься, то есть что со мной происходит, то есть какое состояние я обрел, за что я держусь, действительно ли за Божьего Духа я его как бы обрел, пустил в сердце свое, и он руководит моей жизнью, или же это действительно какое-то внутренне напряженное, такое страстное состояние, разрывающее покой души, постоянно вызывающее возмущение, негодование на тех, кто оспаривает твои воззрения, то есть надо быть чутким к себе, о чем святые отцы говорят, что проси не видений, а видение, видение себя, своих грехов, состояние своей души, это гораздо полезнее и спасительнее, видение в Боге, нежели конкретные какие-то вот видения, откровения и тому подобное. — Алексей, таким образом мы можем сказать, что есть универсальная формула, если можно так выразиться, определение, что есть правда, что есть грех и ложь, это как в Писании мы читаем, по плодам их узнайте их, то есть мы как раз таки по плодам наших деяний, видя, что происходит с нами, что происходит с людьми окружающими, мы можем сделать определенный вывод, в каком духе мы находимся, в каком духовном состоянии пребываем, то есть это такая универсальная форма обращает внимание на плоды, к чему приводят наши слова, к чему приводят наши поступки, к каким последствиям они приводят, и уже на основе этого мы можем сделать определенный вывод, потому что действительно люди часто подходят, а может быть и не подходят, просто рассуждают внутри себя о том, как мне поступить правильно, как мне определить, как не запутаться во всех вот этих хитросплетениях духовной жизни, христианской жизни, во всех заповедях, где правда, где мне поступить правильно, как я пойму, правильно я вообще поступил или нет, потому что человек начинает, совершает один поступок, тут он смотрит, тут где-то сбоку подкрадывается тщеславие, гордыня, вроде ты все правильно сделал, а тут раз возгордился, все, уже, значит, упал. Тут вроде пытаешься доброе дело сделать, помочь человеку, ты видишь, что а твое доброе дело и не нужно этому человеку, и ты в итоге потом и совсем поссорился с этим человеком, и не понимаешь вообще, как тебе поступать. То есть человек элементарно просто запутывается, и он хочет понять, как мне во всем этом разобраться, как мне понять, где я нахожусь, поступаю я правильно или нет, поступаю я так, как действительно Богу угодно, то, что идет мне на пользу моей души, или нет. И вот эта вот универсальная формула, по плодам их вы знаете, то есть обращая внимание на то, к чему приводят твои поступки, что происходит с тобой, что происходит с людьми, которые имели с тобой взаимодействие. И там, где порой, может быть, у нас не хватает каких-то знаний, вот это рассуждение, анализ того, к чему приводят наши поступки, может помочь христианину встать на путь верный, на путь покаяния. Правильно? Мы можем сказать, что это вот универсальная формула такая, обращать внимание на плоды, то, что с нами происходит. Христос говорит нам, да, прямо, что от избытка сердца, говорят, уста человека. То есть неизбежно состояние души, пребывающей в мире, либо в смятении, если это дух не свободы Христовой, и какой-то иной дух, да, там, тщеславия, гордыни, или какого-то правдоискательства, такого не в Боге, опять ради чего, дух вот не мира какой-то, то это проявляется в поведении человека, безусловно. С другой стороны, есть определенный нюанс, если я не ошибаюсь, боюсь соврать, по-моему, у Авы Дорофея преподобного есть рассуждение о том, что, как бы, вот идущие путем прелести, да, они ошиблись, они заблудились, но это свидетельствует во многом о том, что они имеют запрос все-таки на жизнь духовную, потому что большинство людей, даже являясь прихожанами, к сожалению, не ищут личного общения с Богом, не выражают это в молитве, подчас своими словами, потому что мы не всегда можем подобрать канонический славянский текст под то, что с нами происходит. И вот если человек ищет Бога общения в молитве, если он ищет личного контакта, обращения на «ты», как бы, как у нас говорят в просторечии, то есть личного взаимопонимания с Богом, то это духовная жизнь. И вот прелесть, она именно часто характеризуется, что человек обретает общение внутреннее, у него появляется контакт, он вроде как находится именно в живом межличностном общении с кем-то. И это говорит о том, что его запрос высок, что он действительно и хочет найти Бога. Но если плоды у этого немного, скажем, все-таки не те, стоит задуматься, не состояние ли это действительно обольщение и общение вот с некой духовной сущностью, которая, собственно говоря, не божественна в своей природе. Отец Алексей, вот люди когда спрашивают вот о том, что такое прелесть, как разобраться в духовной жизни, где поступать правильно, где нет. И вот мы сейчас поговорили о том, что действительно плоды могут быть критерием духовной жизни, но человек тогда спрашивает, Бочка, ну это получается, что ты на собственных шишках как бы делаешь выводы, то есть ты вроде бы тут раз споткнулся, два споткнулся. А если я не хочу вот всю эту горесть переживать, что вот да, я поступил неправильно, и потом увидел, что я поступил неправильно, но я хотел бы сразу бы понять, а как мне все-таки поступать? И в этом плане, что может явиться руководством для христианина в том, чтобы вот как раз-таки избежать вот этого пагубного пути? Можем ли мы сказать, что Священное Писание, Евангелие, Деяние Апостолов, Священное Предание Церкви, в том числе многочисленные труды святых отцов, могут явиться тем инструментом, который может помочь человеку избежать хотя бы частично набивания вот этих шишек, ошибок духовных вот на пути своем ко Христу, к Богу, что человек, изучая Евангелие, изучая Деяния Апостолов, изучая труды святых отцов, может действительно понять, хотя бы изначально на уровне теории, в том, где как раз-таки путь в прелесть, где грех, а где наоборот, путь ко спасению и добродетель. Нужно вообще христианину изучать это в трудах святых отцов? Или все-таки здесь важен только личный духовный опыт? Нет, ну, конечно, мы знаем из Писания, что вера отслышаннее. То есть, безусловно, говорить, что каждый априори идет исключительно личным опытом к познанию Бога, это сложно. И это максимализировать задачу. Ведь если дано знание о Христе как Спасителе, о том универсальном масте, двери, какие аллегории еще тут уместны из Писания к Богу, то, конечно, Слово Божие становится основанием нашего входа в веру под водительство Святого Духа, потому что человек должен принять сердцем веру в прощение, в любовь Божию, которые нам дарованы во Христе. Тогда, да, тогда он уже обретает дверь в пространство Духа Божьего, в пространство Церкви. И здесь для него открыты, да, труды святых отцов, которые опытным путем прошли этот путь, аскетов, может быть, максимально для современного человека. Ну, сейчас появились и новые работы, но вот в 90-е годы считался святитель Игнатий Брянчанинов максимальным энциклопедистом по трудам аскетическим святых отцов и изложивший их, вроде как, максимально более доходчиво для нас, современных людей. Ну, вот, кстати, в начале своей духовной жизни, своего духовного пути мне было очень сложно читать святителя Игнатия Брянчанова, а вот сейчас, спустя много лет, читаешь его и довольно легко отдаются чтение и понимание, а вот на первоначальном этапе, конечно, было очень сложно читать, потому что пишет он очень высоко, красиво. Ну, конечно, это уже не наш язык, да, это даже, ну, может быть, максимум запараллель с языком Александра Сергеевича Пушкина эпоха, ну, и то язык Пушкина ближе нам по своей структуре. Да, непросто, непросто, но сейчас, слава Богу, появляются и современные адаптированные переводы, и при желании найти, можно найти. Да, но святитель Игнатий очень важное такое вот делал утверждение о том, что водительство, как в древней церкви, духовного наставничества, как в спорте, как в искусстве, что должен быть мастер, духовник. То есть мы здесь уже, да, говорим об институте духовничества, то есть как раз таки вот, если можно так выразиться, третий способ идти в верном направлении в духовной жизни. То есть первое, мы определили, это плоды духовные, второе, это священное писание, священное предание церкви, которое делится нашим опытом, и третий вот момент, о котором вы сказали, это непосредственно водительство через духоносных отцов, через духовников, в том числе через священство. И святитель Игнатий как раз таки говорит о том, что того водительства, которое было в свое время в церкви, беспрекословное послушание своему наставнику, духовнику, то есть сейчас такое беспрекословное послушание уже во всей полноте тяжело исполнять. Скорее это уже будет духовничество по совету. Да, да, он, конечно, в первую очередь рассуждает о монашествующих, потому как сам был монашествующим и в первую очередь пытался создать вот приношение современному монашеству, то есть чтобы его поддержать, укрепить, потому что 18-19 век это период глубочайшего упадка в монастырской духовной жизни. Нам это уже надо с оговорками совсем принимать и рассматривать, да, что беспрекословного однозначно нет, невозможно водительство, особенно в условиях жизни мирской человека. Но в свое время в церкви был такой опыт? В монашеской практике. В монашеской практике. В монашеской, да, безусловно, он где-то и сейчас прослеживается в каких-то таких монастырях, не утративших традиций, может быть, там, на Афоне, вот, или в Псково-Печорском монастыре, который не испытал периода разгона, утраты, преемственности. Да, это называлось путь послушания. Прямой путь в Царство Небесное, как вот преподобные говорили. Путь послушания. Использование опыта старшего, опытного, признанного духовно опытным наставника, не который мне показался, полюбился по душе, человек там, вот, возможно, он мне просто по страстям ближе и симпатичнее, как человек, а тот, кто признан действительно опытным наставником, собратьями, людьми, идущими путем духовной жизни. Да, и вы правильно сказали, отец Назарь, что и в том числе духовенство, потому что история Древней Церкви, даже история советского периода знает категорию духовных матерей, условно говоря, наставниц. И не всегда это были монахини, это были люди преклонного возраста, глубокой веры, укорененности в традиции церковной, они очень часто наставляли в вере мужчин, приобщали их к знанию Бога, к опыту духовной жизни, предостерегали от ошибок, вот, скажем так, человек в свободе, общаясь, ища Духа Божьего, он может оступиться. В советское время такими наставниками были бабушки для многих людей, единственными наставниками в вере, порой, которые даже и... Сам могу свидетельствовать, да, о таком. Да-да-да. И здесь на самом деле вопрос духовного пути, вопрос важный для каждого христианина. И вот эти вот три такие подсказки, которые мы сегодня разобрали, как понять, в каком направлении ты идешь, идешь ты к Богу или ты идешь от Бога, находишься ты в прелести, или нет. Вот эти три подсказки. Первое, это распознавание плодов, анализ собственных поступков, внимания к себе. Второе, изучение священного писания, изучение преданий церкви. Вот так Евангелие, что буквально у отцов звучит мысль, что оно вот должно быть настольной книгой, то есть постоянно перед глазами. Смысл того, ну, сейчас это смартфон, безусловно, иконка на рабочем столе смартфона, то есть любой там свободный момент, который тебе выдался, ты, чтобы мог вспомнить и обратить взор к Слову Божьему, к сегодняшнему отрывку или у тебя какой-то свой план чтения, вот, но чтобы оно было регулярно в твоем рационе, так скажем, информационном, Слову Божьему. Все верно. И третий пункт, это духовное наставничество через священника, дай Бог, кому так повезет. Духовно опытных людей обрести такого человека, дай Бог, это, конечно, может убереть человека от многих ошибок, как раз-таки вот такой запрос у многих христиан есть, понять, где правда, понять, как не поступить правильно, потому что зачастую человек, приходя к вере, приходя к церкви, просто не понимает, как ему поступать порой в обыденных каких-то житейских ситуациях, как ему поступать в семье, как ему поступать на работе, и человек желает, хочет поступить правильно, но, как вы сказали, если у человека есть стремление к истине, если человек действительно стремится к Богу, Господь обязательно этого человека направит в нужном направлении, Господь никогда не оставит человека, который алчит и жаждет правды, Господь обязательно укажет ему путь и даст наставление. Спасибо, отец Алексей, за интересную беседу. С вами, дорогие друзья, мы прощаемся. До следующего понедельника. Ангела всем хранителя, храни вас, Господь! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова